всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян ребятки мы добрались до шри-ланки мы здесь мы в азии и с нами это впервые как мы сюда летели где покупали билеты первый день в азии вы можете посмотреть по ссылкам в описании обязательно гляньте сегодня вас приглашаю в невероятнейшее приключение по шри-ланке мы сегодня исполним еще одну мечту ладно давайте скажем мы сегодня вместе с вами увидим огромную черепаху и даже с ней поплаваем также сегодня мы попробуем местную уличную еду и еще будет много всего интересного ребята обязательно поставьте лайк это же так просто напишите комментарий в поддержку канала но если не сложно сделать репост свои социальные сети этого видеоролика а еще обязательно подпишитесь на нас в яндекс зене потому что там выходит очень интересные статьи которые пишут настенька там нас между прочим уже аж больше 12 тысяч человек также подпишитесь на группу во вконтакте там доступен эксклюзивный контент который никто не видит только определенные люди ссылка есть в описании но мы с вами погнали в новый выпуск сегодня ночью был максимальный прикол встаю где-то в 450 наверное по московскому еду мальчишек проверить и такой хоп на смотрю на стену а там такой получище он такой здоровый что я просто такой нифига себе если ты например обычного паука там либо комара может пришлёпнуть то здесь даже нет понимания как ты это сделаешь потому что он такой огромный я как представил что я убью тапка во-первых он не влезет под вот этот тапок он больше его и будут хрустеть эти кости короче просто посмотрел на него потупил и он там дальше куда-то попался по своим делам а потом уже утром когда проснулся загуглил что это типа обычные здесь пауки такие нормальные но встретиться с таким конечно ничего приятного сейчас радюшка будем разбивать кокос вот он очень вкусный полный мы вчера покупали ими прям конечно очень-очень вкуснотища разбивается разбиваю ну попробуй только куда-то пальцы не ударь об этом бей нет сынок с такой силой мы будем здесь до утра короче разбили вот открываем кто не знал и там внутри молоко это находится потом берем ложку но смысл в этом кокосе именно в этом что здесь мякоти почему-то очень мало вот эти кокосы больше на воду на тёма короче святые кокоса вот их вот мне обратились на что их лучше пить потому что и самый вкусный а есть здесь реально внутри вот ничего вот мы кольнули встретим мякоти вообще нету просто высенькая получать они молоденькие мне кажется она потом он образуется они молоденькие и они поэтому они повсюду и валяются цельные никому не нужны нет один один большой мы брали там было мякоти там потому что он не оранжевый очень нежная очень радость надо был зеленый что пацаны идем на пляж есть четкое понятие для чего использовать памперсы сейчас вам покажу видите чуть для хранения пульта рц чтобы экране царапаться засовываешь его и бросаешь портфель хозяина шрибы принес нам договора которые нужно подписать вот сейчас быстро подписываем нас очень часто спрашивают зрители а как же страховка если у вас страховка ребятки мы на самом деле можем порекомендовать компанию который называется екта эти ребята уже более 10 лет на рынке и в сфере страхования у них нету никаких скрытых пунктов в договоре поэтому можете смело приобретать их страховые полюса и конечно в путешествии страховой полюс лучше всего иметь страховки оформлены у них работают абсолютно по всему миру плюс очень удобно то что у них поддержка круглосуточная 24 на 7 и можно выбрать абсолютно любую язык поддержки также очень важно если вы находитесь уже за границей либо вам неудобно ехать к ним в офис то свой страховой полюс можно получить онлайн но еще немаловажный пункт что там отсутствует какие-либо скрытые пункты в сфере медицинских услуг я ссылочку оставлю в описании на эту компанию переходите пользуйтесь страхуйте ну и конечно не болейте в путешествиях только сегодня получается мы на второй день он приехал и мы ему отдали деньги я вот в том выпуске говорил получается у нас 350 долларов мы договорились что 150 долларов мы ему так отдаем и еще 80 тысяч рупий а дым так причем кстати он нам сделал бесплатно трансфера мы должны были 350 долларов за эту квартиру он нам сделал транспорт бесплатный взял только за виллу за налог короче совместно 390 а 350 вот 350 390 до 390 короче грубо говоря 400 долларов на целый месяц нам обходится вот этот дом наконец-то перец и рассчитались вот теперь можно выдохнуть все так официально налоги видите договора вот он подготовил прикольненько предложил своим прокатиться на грязи базе в итоге носенка не негри давай на тук-туке вот они грязи бас и смотрите здоровенные еще безбашенные просто не поедешь в общем-то едем сейчас на тук-туке едем и на торт лбич называется пляж с черепахами а вот в этом вот банкомате бог мы снимаем деньги вот прям возле дома у нас есть целая стоянка этих тук-туков сейчас спросим сколько будет мы не стали переходить дорогу а просто его вызвали он сейчас сам сюда подъедет так 700 лир будет стоить это поездка на господи почему лир действительно мы уже не в турции в общем крупный жирвандский крупных 700 это на наши деньги короче вот здесь будет все погнали чтобы ты держись кое-каку не вывали о какая танчика верочка не горы на щеке батошка полумертвом состоянии все приехали 700 лир как я говорил ранее да не лир чего вы за сими лирами ко мне пристали все нет лир все нет лир есть руки так и залетаем заходим так здесь кстати стоят доски видео можно взять прокат кокосы чашечкой с водой можно горячо вот пожалуйста ну и залетаем нас единственно что погода сегодня подпортилась но это подпорченная погода ничего страшного так вообще их увидеть не всегда можно но возможно вот они водоросли сегодня штормит рыбаки и буду стать тоже коралловый риф и сюда не заходят вообще волны видите они все там разбиваются и на этом все мне кажется вон там и кормят черепах пойдемте скорее туда да и мне кажется как раз вон там вот уже и начинается кормежка вон тёмка побежал уже давайте давайте смотрите да кормят там прикиньте вот это дело вот вот форме черепах видишь тема придется заходить в в океанах заходить вон они да 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 представляете смотрите какая красота так вы все сейчас пойдем смотреть ты видишь так в зале лежак стоит 500 рупий так это нам по нашим столько ну короче мне кажется дороговат немножко корм кстати стоит тоже 500 этих 500 рупий но мы не стали брать сейчас потому что он только одна черепаха плавает так ну что пойдемте океан как всегда теплющий ой какая красота да давайте ищите где черепаха тема пойдемте смотреть я с мирожкой не тема не укусит есть есть где-то вот тут она вон она план а смотри 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 она огроменнейшую с 33 тема смотрите юбористы михеланджело Огромная! Ничего себе! Надо купить у него балахорм. Да не нужен этот хорм. Мы его тоже не будем. Не нужно. Вот девчонки тоже. Вот они отходят парни, парни, парни. Вот она, вот она. У-у-у! Дай детям покормить, пап. Смотри, 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 она меня трогает. Да не бойся, она боится. Он боится, он боится. Смотри, смотри, смотри. Да не бойся, Родик, Родик! Смотри, рядом, не бойся. Огромная! Ничего себе! Мироша, смотри! Мироша! Она пашка. О, мне нет! Мама, это не что-то было! Я сейчас посмотреть, немного губы меня злеплили, и орёхика привет! Глядя, глядя! Я снимаю, снимаю. Снимаю, смотри. Да и что ж она тебя трогает? Нет, его меня тоже трогает за ним. Смотри, какая огромная. Мама, нам страшно. О, можно потрогать, она такая строгая. Держись за папу, за папой держись, за папой держись. Обалденно! Ты потрогалась, что поглазила? Да, она меня лакает, я задевалась. Ой, меня задевалась. Не-не, всё, не плакай. Не плакай, не плакай. Смотрите, Марта, работаем боисти. Это всего лишь репаха, просто она очень большая. Большая. Слав, возьми-мой нос, смотри, вода. Слав, возьми, где тебе надо, я Мирошку возьму. Давай, возьми Мирошку. Она не пухает, Слав? Она вообще гигантская. На сегодня они очень поголодают. Ну, давай покормим. Там сзади просто очень тире, погодная бауза. Да, вот. А нырнишь? Можешь нырнуть? Я понял А можно я пока? Давай, давай, Филиминя Она не ядовитая, она не больно делать Она безопасная Прикиньте, невероятно Я хочу нырнуть вместе с ней Получится у меня, нет? У-у-у У-у-у Где она? Приплыть Офигеть. Я пока сижу, я даже не знаю, какие кадры получились, но мне кажется, классный, да, Мирошка? Надеюсь, надеюсь, что получилось с ней прям так сфотографироваться. Сейчас пошла туда Настенка снимать стольки, вон ей кто-то даже дал маску, чтобы она посмотрела. Короче, огонь. Да, Мирошка? Мирошку, кстати, у нас сегодня покусали, вон, видите, пятнышки, какие-то комары. Три комара у нас были сегодня под этой сеткой и кусали только Мирона, он очень вкусный мальчик, да, Синочек? Мальчишки собирают ракушки и кораллы. А где твоя ракушка классная, покажешь? Вот, смотрите. Смотрите, какая крутая. И вот еще красная. Закрытая. Вот еще красная. А вот имеете кораллы. Хочу прочесть вон туда, там волны такие шикарные, огромные-огромные. И представляете, даже вот этой бухте, независимо от того, что она полностью так вот кораллами закрыта, здесь очень серьезное течение. Женщину начало прямо носить в сторону, она испугалась, парень за ней поплыл. Я говорю, сами водоросли, Родион, вот здесь вот есть, вот, видишь, в камнях. Вот, но здесь, смотри, здесь течение, нужно быть аккуратным, предельно. Видите, какое течение? Бабахай. С разных сторон. Вот можно пробраться на вот эту скалу. Я бы хотел, она вся мокрая. Видимо, когда серьезно штормит, там и волны серьезные. Ну, смотрите, как накатывают. Посмотрите, как красиво это смотрится, эти пальмы. Вау, вообще. Можно взять доску и где-то катать. Где-то там, по-моему, дальше серф-пляж. Красота. Вот, водоросли, вот, видишь, вот, вот, сынок. Вот. Вот так вот отрываешь и вот. Но тебе надо пакет, сыночек. Да. Прям на пляже. Отель находится. Роксайт Кабанос. Смотрите, как классно вышел. Пляж, конечно, у них так себе. Прям очень маленький. Лежак даже некуда поставить. И камни. Но можно отойти чуть в сторону, где мы, и там купаться. Волны просто огромнейшие. У-у-у. Да, и вот водоросли. Вот эти водоросли вообще, на самом деле, можно рвать и кормить. Единственное, что очень нужно быть аккуратным на вот эти матрифи. Потому что они скользкие. И если упадешь, мало, конечно, не покажется. Острые очень. Ребятки, ловите эту атмосферу через экраны. Класс. Волны, видите, докатываются прям почти до самого конца. Я там увидел тарзанка на пальме висит. Сейчас пойдем с Родионом, спросим, сколько стоит. Вот, и если что, прокатимся. Тарзанка на пальме. Такого у нас еще не было. Мы дальше проходим, и посмотрите, под ногами появляется черный песок. И он не просто сверху лежит, да? А он прям толстый слой этого песка. В перемешку с классическим. Смотрится очень круто. Здесь какой-то отель прикольный достраивается. И вот она тарзанка. Такая высоченная. На высокой пальме кокоса стоит 500 рупий. На самом деле здесь вон огромное количество водорослей. Они сюда же и ходят, сами нарывают. И потом продают за 500 рупий. Мы сейчас решили тоже сами собрать и пойдем покормим. За тот пакет мы заплатили. И еще вот. Да, вот. Вроде пока еще вот такую ракушку классную нашел. Мы, короче, покормили черепаху. Он потом к нам подходит и говорит, типа, полторы тысячи рупий с нас. Я говорю, схерали. Я говорю, мы один пакет только использовали. Нет, говорит, у вас там три ребенка, жена. Начал нам это. Я всем долго спорил, спорил. Настенка говорит, что Блинслана дай. Я говорю, нет. Я ему даю, типа, тысячу рупий. Я говорю, ни тебе, ни мне. Он говорит, окей. И пошел. Так, Роджин то, что набрал. Водоросли сейчас пойдет попробует покормить. Видите, подплывают так. Шикс. Вот она. Родик, подожди, подожди, Родик. Сыночек, сейчас девушка покормит, а потом ты покормишь. Вот. Иди, Косе. Иди, иди попробуй. Тёма, пошли, Тёма. У нас уснул Мирошка. Спит, сыночек. Хочу вам показать то, что здесь огромное количество детей. Кто-то напишет, вот, да с детьми, туда-сюда. Здесь очень много русских. И очень много вообще, в принципе, детей. Но там черепах продолжают кормить. А мы на обед решили купить кокосы. Вот, видите, так лежат. Здесь можно все, что угодно. В прокат брать, маски, водоросли. Вот, кокосики. 200 лир стоит. Берем 4 кокоса. Они очень колоритные. Ой, рупий. Да, я снова. Только привык, потому что. Мачете вот так вот. Чик-чик-чик. Мачете, папа. Надо ходить, сотри, в глаз. Мачете, пап, где руси пираты? Такой вот на свете мини-обед. С прекрасным видом. Для меня здесь очень интересен тот факт, что все пляжи, где бы мы ни были, ну, на двух, да, на трех мы были уже, везде русские туристы, очень, наоборот, туристов. И очень много именно с детками, с маленькими. Вот, смотрите. Вот там девушка с малышом. Вон там с малышом. Причем очень много прям грудничков. Гораздо младше даже мирошика. Вот. Это к тому, что люди все ездят, такие расстояния отдыхают. Вот там с нянечкой идет малыш. Кстати, вот. Ты допил? Такие беленькие детки. Тетенька, это нянька. Да, кстати, здесь даже можно няню найти себе. Насколько я знаю, тут есть чаты, где сидят мамочки и обсуждают что-то по поводу детей. Поэтому даже няню можно найти себе здесь. Это очень здорово. Чувак нам, короче, разбил кокос и вот прямо из кокоса сделал такую ложку. Вот ты берешь вот так вот, сошкребаешь, все это дело. И ешь. Ты где? Родик, дай. Дай. Мам, держи. Ой, это где я взял? Это моё? Это водка кокоса с этой половиной. А я думала, почему-то потом нет мякоти, вот они прямо справились раздевают, да? Соленая такая. Ты туда воду наливали морскую? Нет. Ты еще немного посолил? Да, он же налевал. А мне? Вкуснятина. Он же в коке он не вон. А что, океанский кокос? Он соленый из-за того, что вы... А, мирош, тебе вот кокос у себя. Покажи. На, мирош. Мирош. Смотри-ка. Он бегал мул, что ли, там? Ладно, там пойдем играть. Что-то в песке нет. Там пойдем играть. Порепьёк. Мам, пойдем играть. Вкусно? Пей. Да, пей. Что? Не знаю, давай еще раз попробуем. Давай, готов? Давай. Увидел ее, нет? Открывала? Да. Посмотрите, как прикольно. Такого тоже никогда не видели. Мы когда пришли, вода была вот здесь. Сейчас вода ушла, и очень показался вот этот коралловый риф. Его прям стало видно. Он чуть-чуть прям торчал. А сейчас вот, вот так. Вода ушла. Вот, кстати, отлив еще сильнее. Вот, посмотрите, какая полоса уже. И люди все сразу полезли на эту скалу, про что я говорил. Ну, а мы накупались, наплескались, назагорались, кокосов напились, да, сыночек? И пойдем теперь обедать. Найдем где-нибудь рис, рис охота. Идем сейчас искать рис. Надеюсь, у нас получится. Может быть, до прям нашего района доедем на чем-нибудь. Возможно, на Грязи-базе. Настенка не хочет, боится. Но нереально отчаянно, они так гоняют. Идем вот так вот вдоль дороги. Грязь такая. За грязью сразу кладбище. Видите памятники? И океан. Вот такая вот Азия. Пока идем, немножко еще вам покажу. Вот еще такой пляж получается с камнями. Но вон там вот есть песочки, люди купаются. То есть здесь вообще нет волны. Видите, вообще абсолютно. Она где-то там ломается. Настенка не хочет на Грязи-базе ехать. Поэтому, говорит, нетушки, славян, нетушки. Нам по пути попалось вот такое вот кафе. The Beatles называется, ротишоп. Короче, местная какая-то цена. Там что-то по 300, по 400 рупий. Все здесь берут, русские тоже стоят. А еще у них здесь магазинчик с алкоголем. И продают из-за решетки, представляете? Мы еще толком не разобрались, но мы взяли две таких. Это картошка, две таких, это курица, две таких, это что-то еще. И, короче, курицу взяли. Это яйца, это яйца. Да, это яйца. И еще с шоколадом одно. Так, нам дали вот такой квиток. 2 600 рупий вышло. Ну, вот цены на всю эту историю. Он шлепнул печать, и надо отдавать. Набрали, в общем, вот мы еду. Перекусим ей. Так, решили все-таки снова на тук-туке. 4 600 рупий будет до дома. Погода так подпортилась, сейчас как и ливанет. Я, кстати, в прошлом выпуске показывал, что мы купили чай черландский. Он очень и очень вкусный. Крепкий. Крепкий, вкусный, прям он изумительный. И на этой самой ноте вы должны написать, вот опять хвалит что-то. Очень острый? Да, очень острый. Прикол, ему спросили, не спайси, и он не спайси говорит. А в итоге вот насенка пробует, говорит, очень острое. Так. Куда? Да, дайте. Все острое. Серьезно? И все острое. Вот картошка. Я не помню, что с курицей. Вот эти вот, может, нормальные. Ну-ка, пробуйте вот эти, тогда последние остались. С яйцом. Я не помню, с чем это? Это с яйцом. Да не, не острое. Вот эти вкусные. Хорошо, что взяли побольше и разновидности. Да, на, 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 на. Вот надо было тебе, посмотришь, как все по одному взять. Ага. Я не знаю, что, как им объяснять, что типа, ну, походу, но в спайсе это не остро, но рот горит. Для них это, видимо, херня. Для нас это жестко. Не знаю, как мы здесь будем жить. Они острее покрытия. Придется вам привыкать, пацаны. Да, зато я буду там острющей. Мальчишки добрались до сладкого. Все течет. Зато вкусно, да, сынок? Угу. Да, Телли? Угу. Как только у тебя получается аккуратно это делать? Да, тут прям. В чем секрет? Что-то вроде... Брату расскажи. Как на улице пахнет. А все почему? Потому что у нас идет дождь. Не тропический, конечно, так. Но, тем не менее, запахи, конечно, вау. Слушайте, а вот сейчас полил прям конкретно, поэтому я думаю, что нужно пойти по тропический дождь. О, классно. О, классно. так можно кстати после моря и как раз ополоснуться вот это я понимаю вот это дожди наполел огром то какой мощный рост еще у меня у мамульки сегодня день рождения поэтому конечно же нужно поздравить хотя бы цветочки подарить мы это делать умеем всегда на расстоянии песенку ну-ка привезли и мама в такий момент цена теряется что в домофон а чё говорят правильно потому что это не мужчина теперь с днем рождения вот с днем рождения яркие что побольше ярких красков у тебя красок чтобы я побольше было да радуйте своих близких неважно как далеко вы находитесь вот такой вот второй денечек у нас в азии как вам пишите в комментариях сегодня исполнили максимальную мечту потому что плавать с такими гигантскими черепахами это что-то невероятно и незабываемое я даже представить не мог что мы увидим черепаху такого размера но это просто капец два меня просто еще их и покормили правда сначала платно за 1000 рублей дать а потом парни бегали просто водоросли сами нарывали и мы их спокойненько кормили буду завершать этот видеоролики этот день увидимся в новом видеоролике и путешествие по шри-ланке только начинается пока